Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективно и достоверно в программе. В центре внимания. Здравствуйте. У микрофона Шкода Цейбназарова. Программа подготовлена Британским институтом по освещению войны и мира. В ближайшие несколько минут мы снова поговорим с вами о том, что важно. Мины на таджикско-узбекской границе были установлены в начале 2000-х годов. Узбекистан объяснил свои действия желанием защитить свою территорию от боевиков незаконных вооруженных формирований. Сегодня почти 20% линии таджикско-узбекской госграницы общей протяженностью более 1300 километров остается неделимитированной. На мирных полях продолжают гибнуть мирные граждане Таджикистана. Камари Ахрор из Сахдийской области продолжит тему. Тела судик Джона Субхонова и Сафара Ли Тошева, жители Пинджикенского района, которые подорвались на мине на границе с Узбекистаном, вернули родным лишь спустя 8 дней. Двое жителей Пинджикента собирали дрова на приграничной территории близ района Ургута, Амаркандской области Узбекистана. По словам представителя общества «Красного полумесяца» в Сахдийской области Парвиза Джабор Зода, они вместе с правоохранительными органами Узбекистана и Таджикистана проводили работу по выяснению обстоятельств гибели людей и отправки тел домой. В результате тесного сотрудничества военной части 2115 и пограничных войск Госкомитета национальной безопасности с узбекскими пограничниками и правильного проведения прокурорского надзора 24 октября тела двоих жителей города Пинджикен были доставлены в Таджикистан, где и прошла судебно-медицинская экспертиза. Экспертиза подтвердила, что подорвавшиеся на мине были Сокхиджон Субхонов, 1998 года рождения, житель села Фароп, и Сафарали Тошев, 1980 года рождения, житель села Йори. После экспертизы тела были переданы родным. По данным Таджикского минного центра, за последние 15 лет в Таджикистане жертвами мин стали более 800 человек, 90% из которых – мирные жители. Это при том, что в стране уже много лет работает программа информирования людей об опасности мин в приграничных с Узбекистаном районах – это Пинджикент, Ашт, Канебадам, Исфара, Спитамен, Шахристан и Бабаджан-Гафуров. В основном установлены предупредительные вывески в опасных зонах, которые информируют людей о потенциальной опасности, говорит Парвиз Джабур Зуда. Хотя меморандумы по обезвреживанию мин и были включены в государственные программы, цели до конца не достигнуты. Согласно подписанному соглашению, по которому приграничная с Узбекистаном территория должна быть очищена от мин, до сих пор эта программа не завершена. Конечно, мы не можем полностью искоренить эту проблему. Для полного решения этого вопроса межправительственные комиссии Таджикистана и Узбекистана должны прийти к обоюдному соглашению. После того, как в 2000 году полевой командир Джумана Мангани совершил вооруженное вторжение на территорию Узбекистана, власти этой страны приняли решение в одностороннем порядке заминировать границу с Таджикистаном. Мятежник был обезврежен, однако по сей день из-за мин продолжает страдать население приграничных районов Таджикистана. Только в Сагдийской области количество пострадавших от мин достигло 154 человек, 76 из которых уже нет в живых, отмечает Музафар Бабаджанов, руководитель общества потерпевших от мин. Первый взрыв прозвучал в Сагдийской области в августе 2000 года в городе Исфара. На сегодняшний день зафиксировано 154 человека, которые пострадали от мин. Из-за того, что до конца не решен вопрос по делимитации госграницы, по-прежнему возникает много вопросов для пограничников и жителей обеих сторон в Таджикистане и Узбекистане. После распада Советского Союза вопрос делимитации границы стал одной из основных проблем стран Центральной Азии, которая и по сей день не решена. Северная часть Таджикистана, Сагдийская область, граничит с Узбекистаном и Кыргызстаном, однако жители приграничных территорий точно не знают, где проходит линия государственной границы. Эта неопределенность приводит к недопониманию между простым населением и пограничниками и является причиной постоянных конфликтов на границе. Худайберды Хаджаев, житель приграничного района Зафарабад, говорит, что его семья уже который раз получала уведомления и угрозы со стороны узбекских пограничников. Знаете что? Наши возделываемые земли простираются до границы с Узбекистаном, но не далее, чем 50 метров до границы. Узбекские солдаты пригрозили нашим ребятам, сказали, не подходите близко, а то будем стрелять. Ребята молодые тогда испугались. Они боятся, чтобы домашний скот не переходил границу. Два года назад узбекские пограничники увели около ста голов скота у жителей Мехнатобода и не вернули. К тому же задержали пастухов и арестовали их на шесть месяцев. А скот так и не вернули. На сегодняшний день Таджикистан на 80% определил линию государственной границы с Узбекистаном и наполовину с Кыргызстаном. Эти сложные вопросы решаются в рамках полномочий двусторонних межправительственных комиссий. Однако нерешенность вопроса по делимитации государственной границы приносит много неудобств и проблем для жителей приграничных районов обоих государств, подчеркивает председатель общества пострадавших от мин в Сахдийской области Музафар Бабаджанов. Здесь есть загвоздка. Из-за того, что не определен вопрос с линией госграницы, мы не можем выяснить, где находятся мины, на какой территории – Таджикистана или Узбекистана. В прошлом году и в нынешнем, в Пинджикенте и войне, Таджикский минный центр провел работу по определению минных зон. Но до тех пор, пока специалисты не будут координировать свои действия с управлениями картографии и геодезии, сложно сказать, на чьей территории находятся мины. За последнее десятилетие в результате проведенных работ от мин расчищены 190 участков в 14 районах республики. Тем не менее, в настоящее время в Таджикистане около 350 тысяч человек проживают на территориях, где существует минная опасность. Аналитики считают, что для того, чтобы обезопасить границу от мин, необходима инициатива со стороны Узбекистана. Все усилия Таджикистана по предотвращению угрозы мин останутся незначительными, если Узбекистан не представит карту минных полей. Репортаж подготовил Камар Ахрор, Садийская область. Вы слушали программу, подготовленную Британским институтом по освещению войны и мира. У микрофона работала Шхадат Цейдназарова. Наши радиосюжеты и статьи вы можете найти на нашем сайте в интернете. www.iwpr.net или www.kabar.asia А также на фейсбуке вы можете посмотреть нашу страничку www.iwpr.tadzikistan. Встретимся на этой же волне в то же время ровно через неделю. Мы снова поговорим с вами о том, что важно.